всем привет вот вчера я делала видео но она у меня очень плохо записалась почему-то кусками так что вчера я ездила на нашу свалку и все что я могу сказать что это было очень печально я не знаю что там происходит я думаю знаете каждый день ты не знаешь что то может быть но было абсолютно видно что они вывозили то что у них уже лежала я не знаю несколько недель может быть то есть если нас запустили в 9 часов то где в 9 20 я уже все обошла и все увидела и особо ничего такого не взяла я там всего лишь было два часа и потом я заехала в этот секонд-хенд я сейчас стою на парковке этого магазина goodwill сегодня у нас первая суббота в этом месяце и каждую первую субботу в месяц а моем штате по всем магазинам goodwill даже включая свалку потому что это называется goodwill outlet у нас 50 процентов скидка абсолютно на всем магазине и вон там вот стоят еще остается пять минут но у нас очень очень холодно все эти дни и следующая неделя тоже будет очень сильный холод есть люди они начнут бежать но я знаю куда мне идти в общем будет видно если там будут этих мои вещи те что я их видела нашла такое платье эти она новая supply culture она идет с таким шарфиком как косынка и здесь вот внизу как цветы здесь вот такая вот штука я не знаю эту компанию гляньте как джеди она сделана очень симпатичная назад надо повесить здесь этих платьев я не знаю тысяч тысяч этих платьев тут я сейчас это здесь вот такая вот мальчика уже идет с бусами испытаюсь найти то что я оставила вчера здесь тяжело пройти скилзми таки ты света это женские кроссовки я свою тачку там оставила надеюсь ко мне там никто не залезет а то сюда попасть в этот отдел сегодня что-то невозможно сейчас сделаем запуск take me home а че новая она стоила 10 48 take me home take me home может мне такую купить снова как тренировки тренировки подтягивайте по в которую Какие-то ботиночки симпатичные стоят. Боже, что тут делается. Сейчас я пойду. В общем, людей сейчас очень много. Я здесь уже сколько? Хочу, что два часа, потому что в девять зашла. В общем, кое-что нашла. То, что я вчера отложила, кое-что и не нашла. Здесь вот есть такая кофточка новая с этикетками. Вот такая, знаете, сделана под это. По-английски называется Distress. Такую с джинсами одевать, но она ни за сколько не идет. Я ее оставляю. Вот это вот очень классная от компании Polar Air Florian. И она полностью кружевная. Или кружевая? Нет, кружевная. Конечно, это под низ нужно будет одевать там белую такую рубашечку. Но дело в том, что видите, кто-то это снял. Без понятия, что это за размер. Мне кажется, что это где-то extra large или large. Думаю, что скорее всего Excel. Но вообще, качество, конечно, идеально. Вообще, похоже, что ее очень мало носили. Тут зацепок нет, 5, ничего. Но я думаю, мне придется оставить. Потому что женский это Polar Air Florian идет не очень, особенно в ношеном состоянии. Потом я нашла вот такую вот. Это Blue Zone такой. Тут вот затягивается от компании. Michael Kors. Я не знаю, взять ее или нет. Вот это вот очень тяжелая. Это знаете, как цепь себе повесить на шею. И еще оно холодное и тяжелое. Кто вот это будет носить? Я думаю, я ее тоже оставлю. Я оставляю Michael Kors, Polar Air Florian. Шикарно. А вот это вот, но джинсами такой, да, надевать. Это больше, я бы сказала, богемский стиль. Богемен стайл. Ну и вот это вот моя кучка. Кучку я покажу в машине, что возьму. Кто-то вот лампу покупает. Ладно, я пошла. Здесь вот они выложили. Это женские. Довольно много женских тапок и кроссовок. Вот эти вот какие-то симпатичные. Я не могу понять, что это за компания. Вот такие. Кто-то еще плачет. Что здесь написано? Лав. 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 Этси Лав. Я сейчас из секондра и хочу вам показать, что я купила. Значит, за все я заплатила. Это вместе с налогом. Буду считать 35. Я купила вот такие вот мужские штаны от компании DeBauer. И я их купила, потому что, во-первых, это на большого мужчину. Это 3x. Во-вторых, они новые с этикеткой. И такие на ebay, я видела, идут где-то за 40. Где-то так. Они из плащевой ткани сделаны. Здесь много карманов на молнии. Очень классные штаны. Следующие. Я купила такие тапки от компании Tams. Это не такая не очень дорогая компания. Но что я хочу сказать, что эта компания Tams, когда ты покупаешь... Потому что я дважды у них тапки покупала в магазине. Когда ты покупаешь тапки, то такие же тапки, как ты покупаешь, они отсылают детям в страны, где голодание и так далее. Я купила такой пояс кожаный от компании Nike. Он мне стоил сегодня 50 центов. Пояса у нас в Second. Они этот оценили в 2 почему-то. Обычно они повысили цены на пояса. Всегда пояса были в долларе. Так что было по 50 центов. Я не знаю. Так что я заплатила доллары за него. Вот это вот Chicos. Это лейбл. Вот эта вот этикетка более винтажная. Это на меня я себе это купила. Что она вот такая вот тянется на лето. Потом я купила кофта, свитер. Но это не сейчас. Это на осень надо выставлять. Я уже упоминала эту компанию в своих видео. Это не дешевая компания. Эта компания называется Peruvian Connection. Следующая я купила Extra Small Island Fisher. Я купила мужскую у флисовую. Это large и это tall. У меня сын стал tall. Может я ему это отдам. Ну в смысле постираю ему. Да. От компании Cabellos. Здесь внизу тоже надпись, вышивка точнее Cabellos. Следующая я купила. Это от компании Orvis. Orvis очень хорошая компания. Это женская. Но это тоже выставлять осенью. И я не помню как они ее назвали. Что-то All over jacquard. Я сюда вставлю фото. Это с капюшоном. Вот такая вот знаете. Это я бы сказала. Nordic style. Такой норвежский стиль. Вот это я купила своему сыну. Это Under Armour. Здесь сзади надпись. И она такая светло. Такого зеленого цвета салатного. Следующая я купила эту сумку. Всю неделю уходила. Ее смотрела. Это от компании Lily Bloom. Эта сумка она идет Crossbody. Окей. Я это думаю повыставляю все на Poshmark. И цены у меня будут небольшие. Но за исключением штаны те на мужчину. Я их хочу выставить на eBay где-то за 45. Нашла вот это платье. Это платье оно висело там где висят блузы почему-то. Я его купила потому что 16 это вообще на меня. Оно новое с этикеткой. Но здесь нет ценника. Это 100% шелк. И оно идет на подкладке. И фото с этого платья. Как оно выглядит я ставлю сюда. Я уже там прямо в Саконхензи. Я когда это сидела все это рассматривала я уже находила вещи. Так что я уже делаю двойную работу. Вот эту я купила своему сыну в школу носить. Купила только потому что она новая с этикеткой. Эту я купила потому что она новая от компании Stitch & Fix. Stitch & Fix. Здесь сзади вот так сделано. Stitch & Fix это такой сервис здесь в штатах. Что ты заполняешь целый сервей онлайн. На интернете ты указываешь что ты любишь. Какие цвета ты любишь. Все такое себе заполняешь. И они тебе подбирают как бы вещи. И потом они тебе присылают на дом ящик. С этими вещами ты их можешь одеть. Посмотреть как они на тебя выглядят. То что тебе не понравится ты отсылаешь им назад. На 100% как этот сервис работает я точно не знаю. Купила вот эту вот Tommy Bahama. Это Medium 100% шок. Я ее купила только потому что я делаю эти кучи. И купила джинсы. Мне очень редко здесь в моем штате попадается эта компания. Джинсы от компании Madwell. И компания Madwell ее содержит компания J.Crew. Вот. Так что вот это вот все мои покупки. За все я заплатила 35 баксов. Я пока что еще не очень устала. Думала подъехать может еще в один Goodwill. Хотя думаю что ехать туда будет уже бессмысленно. Ну не знаю зайду-то гляну. Может там кто-то пропустил новое с этикетками от Island Fisher. Не знаю. Это я так. Это я мечтаю. Я не знаю. Вот. Так что вы видели сколько здесь людей. И сейчас я думаю заеду в тот Second Hand. Потому что он возле моего дома. Так знаете. Отмечусь. Так сказать. Хотя шматя уже накупила достаточно. Не то что мне нужно это шмате. Но знаете когда я вижу Good Deal. Хорошую сделку. То остановиться тяжело. И я сейчас. Знаете. Я приняла. Мне там на ютубе написали коммент сегодня. Нет. Вчера. Насчет. Я показывала что я продала за сколько. Да. Видел. И учтите что это только у меня аккаунт на. Один из моих аккаунтов на ebay. Хотя в втором аккаунт я там тоже немного продаю. Но я хочу в основном продавать на пошмарк. Потому что на пошмарк нет вот этого идиотизма. Что человек целый месяц может поносить твою вещь. И потом выслать тебе ее назад. Как у меня недавно это было. Так что цены я буду ставить небольшие. Но достаточно чтобы себе сделать небольшие деньги. Да. И мне сделали коммент что. Когда мне шлют предложения на ebay. Допустим я поставила вещь за 50. Да мне предлагают там 25. То нужно с ними торговаться и все такое. Я хочу сказать что каждый продавец считает и делает то что он или она считает нужным. Если у меня эта вещь уже достаточно давно сидит на ebay или где угодно. То я хочу эту вещь двигать. Я не хочу сидеть с этими же вещами или в этих вещах. Мне нужно чтобы оно двигалось. Чтобы оно у меня шло это течение. Поэтому я так делаю. Это моя тактика. И я продаю с 11 лет. Только не вещи я продавала. Самая первая моя продажа была. Это я продала куклу которую я нашла. Кстати на мусорке в нашем подъезде. Немецкую куклу я продала цыганке за 6 рублей. Вот. Ну ладно поехали в следующий секонд-хенд. В этом секонде я была недолго. Все что я купила. Я заплатила 7, по-моему 50. Я купила джинсы от компании Page. Это не дешевая компания. И главное чтобы они были сделаны в США. Вот здесь вот на теге да. Здесь должно быть написано Made in USA. Потому что я. Они когда-то выпускали джинсы. Они их делали в США. Также они их делали в Китае. Я продала джинсы. Я не обратила внимание. И там было написано Made in China. И я такое имела от этой покупательницы на eBay. Она там дело на меня открыла. И она вообще была очень наглая. И очень, очень руд. Она меня обзывала, матюкала всеми словами. В общем это. Так что вот такое тоже бывает на eBay. И купила вот такие джинсы от компании True Religion. Много делают фейков джинсов этих. Всегда вот это вот логотип будет на кармане. Но самое главное тут касается молнии. Не знаю, если будет видно или нет. Не отсвечивает. Тут молния вот если вот так вот сделана наполовину. Такой как полукружочек. Я не знаю. Иногда может быть даже сам логотип. Этот логотип вот так вот. Я мужские такие джинсы продала. Там на молнии был логотип их. То есть в этой металлической штуке этот логотип был. Знаете, как не то что выдавлен. Мужские джинсы продаются этой компании намного лучше, чем женские. Но поскольку сегодня пол цены. То я купила эти джинсы. Я их не за много буду продавать. Но немножко на них заработаю и все. Ладно. Вот это вот была моя это поездка. Сейчас уже пол первого. Так что я хочу сказать всем большое спасибо. за то что вы заходите ко мне на канал. Спасибо если вам понравилось видео. То не забудьте подписаться если вы не подписаны. И вот так поставить палец. И желаю всем успешных удачных находок. Всем пока. С вами была Саша. Саша. Саша.